МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 30 танков на Новосибирском вокзале. Т-34 везут с Дальнего Востока в Подмосковье. Боевые машины станут экспонатами музеев. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА До 21 января все новосибирцы должны заключить договор на вывоз мусора. Обязательно ли для этого идти в офис регионального оператора компании «Экология Новосибирск»? И получится ли не платить за вывоз мусора, если договор не подписывать? Александр Сульдин разобрался в коммунальном вопросе. Елена Пергаева живет в Пашино. Частный сектор, дом в середине улицы, до мусорных баков почти километр. До Нового года не было и этого. У нас вообще проблема в частном секторе была с вывозом и вообще выбросом мусора. Потому что в домах там ругаются, как бы нам не разрешают. Поэтому если хорошо есть машина, то мы вывозили. То есть мешочек берешь и на машине вывозишь. Ну а сейчас только единственное непонятное, как это все. Просто бесплатно нам благотворительное. Нет, не благотворительное, говорит гендиректор компании оператора по вывозу отходов «Экология Новосибирск» Лариса Анисимова. Платить придется. С компанией нужно заключить договор. Ее офис находится почти в центре города. Жителям частного сектора ехать туда не обязательно. Соглашение оформят до 21 января автоматически. Публичный договор заключается в виде оферты. Мы разместили предложение. Все условия этого договора утверждены правительством Российской Федерации. Поэтому он считается заключенным на условиях типового договора утвержденного правительства. Жильцы многоквартирных домов могут выбрать, как им работать с оператором напрямую или через обслуживающую организацию. Но в любом случае ехать в офис экологии Новосибирск не нужно. Жителям частного сектора оформить договор с оператором еще проще. Здесь нет обслуживающих организаций, поэтому все документы готовят непосредственно собственники домов. Единственное, если понадобится дополнительный контейнер, для его установки нужна специальная площадка. Чтобы ее создать, необходимо обратиться в городской департамент энергетики и ЖКХ со специальной заявкой. Валентина Васильева была старшей по улице. Сегодня пришла в офис экологии Новосибирск заключить договор с компанией лично. Ей так удобнее. Мусор у них вывозят по старинке, из-под окон. У нас каждую среду идет машина. Мы выставляем, они собирают с 9 часов утра, то есть в течение дня. Плату за вывоз отходов теперь начисляют одинаково и в многоквартирных, и в частных домах, и в апартаментах по количеству зарегистрированных жильцов. Почти по 93 рубля с человека в месяц. Если кто-то не живет по прописке, это надо подтвердить. Предоставить экологии Новосибирск справку. Для вывоза мусора, как для коммунальной услуги действуют все льготы. Право на них подтверждать не нужно, компания-оператор автоматически скорректирует начисления. Для этого у нее есть все данные из базы регионального министерства соцразвития. В офисе оператора сегодня немноголюдно. Пару дней назад были очереди. В основном представители предприятий и магазинов. Им составлять заявку на заключение договора с оператором нужно. Там указать данные о своем предприятии, контейнерной площадке, желаемом графике вывоза мусора. Сделать это можно и на сайте экологии Новосибирск, заполнив специальную форму. Александр Сульдин, Вячеслав Горчаков, Даниил Смирнов, Олег Кролевец. Новосибирские новости. Новосибирские предприятия увеличили доходность на 12%. Итоги прошлого года руководители подвели сегодня вместе с главой региона. Сейчас есть возможность подвести итоги, что удалось, что не удалось, что требуется скорректировать. Да и много изменений произошло, и события, и планы к этому можно пообсуждать. Изменений много и некоторые из них могут ухудшить ситуацию, заявляют руководители предприятий. Например, искусственное удорожание сырья и уменьшение спроса на готовую продукцию. Справиться с трудностями помогают субсидии на покупку нового оборудования. В 2018 году из областного бюджета на это выделили почти 95 миллионов рублей. Кроме того, в прошлом году начал работать региональный фонд развития промышленности. Первый инвестиционный заимпад на 5 лет по 3% годовых уже выдали. Думаю, что 2019 год, в который мы вошли, он тоже будет вызывающим для нас. Есть тревожный сигнал из международных рынков, скажем так. Есть те тенденции, о которых я сказал, в плане спроса и так далее, тоже действуют. Видим свою задачу обеспечить все необходимое, чтобы сохранить рост, который мы показали в прошлом году. Авиасообщение с египетскими курортами, возможно, восстановят к лету 2019-го. На это рассчитывают представители туристических компаний. По информации представителей турбизнеса, сейчас в Египте завершают сертификацию аэропортов. Напомню, полеты в эту страну российские авиакомпании прекратили после теракта в ноябре 2015 года. На новогодних каникулах большая часть новосибирцев предпочла остаться дома. Те же, кто все-таки отправился в путешествие, выбирали страны с более теплым климатом. По данным Ассоциации туристских организаций с самыми популярными местами зимнего отдыха за рубежом, для новосибирцев по-прежнему остаются Таиланд и Китай. Что касается регионального туризма, Новосибирскую область ежегодно посещают около 200 тысяч иностранных туристов. И только 5% из них приезжают зимой. Виноваты в этом, как считают эксперты, не сибирские морозы, а высокие цены на авиабилеты. Цены на перевозку пассажиров на декабрь и начало января были в два раза выше, чем в среднем по этим направлениям. Заплатить 600 долларов из Москвы в Новосибирск и обратно, даже иностранцу с его доходами, это будет дорогая цена. Потому что в среднем в Европе цены билетов на такие же аналогичные расстояния дешевле. Мэр помог вернуть землю предпринимателю. Руководитель инновационной компании в Академгородке взял участок под строительство склада и оплатил долги по аренде за предыдущего владельца. Но, несмотря на это, с ним чуть не расторгли договор. Подробности у Михаила Якимова. Эта компания – один из старейших резидентов технопарка. Производит бальзамы, витаминные комплексы и другие полезные продукты. Соседство инновационной компании с научными институтами Академгородка – большой плюс. Продукция менялась буквально на глазах. То есть очень много стало инновационной продукции, очень много стали сотрудничать с учеными, учеными института лимфологии, генетики, неорганической химии, органической химии. Продукцию продают по всей России и в соседнее государство. Малое предприятие ориентировано на клиентов. Реагировать быстрее на запросы рынка, менять что-то, предлагать новое. Мы раньше выпускали, наверное, одну серию в год примерно продукции. Сейчас мы стараемся выпускать 2-3 серии в год. Плюс параллельно модифицируя существующие уже, дорабатывая технологии. Здесь умеют рационально использовать небольшое пространство. Совмещают полезное с приятным. По соседству кондитерский цех. Эти торты можно найти на прилавках во многих крупных торговых сетях. Единственная проблема – компании нужен склад для продукции. Рядом есть небольшой участок. Сосед предложил по праву переуступки передать землю. Игорь Багута переоформил договор на себя, оплатил долг предыдущего арендатора за несколько лет и начал собирать документы, чтобы построить склад. Однако в последний момент договор аренды Игорю неожиданно предложили расторгнуть. Предприниматель сам не верил в успех, но все же обратился к мэру. В результате вопрос с арендой в мэрии решили. Действительно они включились в эту проблему. И действительно стали разбираться. И действительно разобрались. Это очень важно. Я думаю, что это дает очень большие надежды. Надежды на то, что все-таки мы построим то общество, которое мы хотим построить. А общество должно быть общество справедливости. Теперь на предприятии готовятся к строительству склада и освоению новых рынков сбыта. В планах продавать сибирские бальзамы и витамины в Европе. Михаил Якимов, Денис Савинский. Новосибирские новости. Жительница Новосибирска научит предпринимательству. В городе вновь стартует образовательный проект «Женщина в бизнесе». Занятия будут проходить в четыре недели. На уроке записались около сотни участниц. Каждая неделя посвящена определенной теме. Первая тема – это коммуникации, нетворкинг. Это общение со СМИ в том числе. Ораторское искусство, публичные выступления. Вторая неделя – это красота, здоровье, спорт. Третья неделя – это бизнес. Здесь стратегическое планирование, финансовая грамотность. Как я говорила, личный бренд и бренд бизнеса, господдержка. Здесь нам помогает Министерство промышленности и торговли. И четвертая неделя – это психология. Тренинги личностного роста проведут и ведущие бизнесмены региона и страны. Женщин будут учить развивать свое дело на практике. К примеру, на занятиях расскажут, как справиться с эмоциональным выгоранием на работе и не приносить возможные проблемы домой. Оставаться все время женщиной и хранительницей очага, мамой, женой. Иначе этот бизнес непонятно для кого и для чего. То есть он всю тебя заберет и ничего не даст взамен. Нужно заранее настроить себя так, что я найду баланс, сделаю и все время соблюдать вот эти границы. В принципе, у меня тоже с этим есть некоторые вопросы. И поэтому я пошла на проект. Департамент по социальной политике мэрии приглашает активных пенсионеров в городской центр серебряного волонтерства на Серебряниковской, 23. Если вам исполнилось 55 лет и вы готовы стать наставником для молодежи, быть в гуще событий, помогать людям и делать это в хорошей компании, звоните на горячую линию 8 953 764 41 41. Ждем вас на Серебряниковской, 23. Добровольчество – залог активного долголетия. Эшелон с легендарными боевыми танками Т-34 сделал остановку на перроне железнодорожного вокзала. Он следует из Дальнего Востока в Московскую область. Технику нашей стране передала Лаосская Народно-Демократическая Республика. Машины по-прежнему на ходу могут стрелять, однако вряд ли придется. Танки планируют использовать в мирных целях. Вероника Иванова продолжит. Маленький Денис уже видел танк в компьютерных играх и на Монументе Славы. Сегодня же большая удача – целый эшелон боевых машин по пути в школу. Хорошо было бы, если бы они еще где-то постояли долго эти танки, чтобы можно было прийти и полазить по ним. Хорошо, что мы сейчас в школу идем, случайно увидели. А так это очень полезно, это очень нужно для ребят, для малышей. 30 танков Т-34 прямиком из Лаоса они проехали по железной дороге через всю Восточную Сибирь, из Красноярска прямиком в Новосибирск, дальше отправятся в Нарофоминск, в Подмосковье, чтобы появиться в будущем в экспозиции музеев, а также в военных кинокартинах и на парадах. Алексей – историк, и прибытие боевой техники в наш город пропустить не смог. Работает в мемориальной картинной галереи и вместе с товарищами организует реконструкции сражений. К подлинной, не бутафорской технике, не поддельный интерес. Это часть нашей истории, часть нашей страны. И, конечно, волнительно, потому что, ну, когда еще доверется, не только поприсутствовать, но и, как говорится, прикоснуться к истории непосредственно. Т-34 – легенда Великой Отечественной, однако эти боевые машины были произведены в послевоенный период в Чехословакии, защищали границы юго-восточного государства Лаос. Они до сих пор на ходу, в полной боевой готовности, однако уже по сроку службы их списали. И теперь они, конечно, уже не на вооружении, но до сих пор напоминают о мощи советской армии. Очень завораживает, потому что первый раз такое вижу вообще в своей жизни, и очень интересна такая мощь. Символично, что эшелон с десятками танков едет по России в преддверии 75-летия снятия блокады Ленинграда. В прошлом году в стране отметили такой же юбилей Сталинградской битвы. И все эти нелегкие военные периоды Новосибирск не был в стороне. Каждый четвертый снаряд делали у нас. Символом победы является перрон, на котором мы находимся, вокзал главный, на котором мы находимся. Отсюда уходили сибирские полки и дивизии на защиту Москвы, Сталинграда, освобождали Европу. Отсюда уходили десятки тысяч эшелонов с боеприпасами и военной техникой. Следующую торжественную остановку эшелон с легендарной техникой сделает в Барабинске. Конечная точка – пункт дислокации прославленной 4-й танковой дивизии, совершившей немало подвигов во времена Великой Отечественной. Вероника Иванова, Данил Смирнов, Новосибирские новости. Российские, итальянские, французские гармонисты выступили на новосибирской сцене. Большим гала-концертом закрылся международный Маланинский конкурс-фестиваль. Вообще в городе Новосибирске традиции разные. Твуковечения памяти, памятники, мемориальные доски. Это все правильно, но конкурс-фестиваль, который проводится в его честь, думаю, что занимает в этом ряду достойное место. Это живое общение. Живое общение не только сибиряков, живое общение русских людей и к ним присоединившихся сегодня граждан иностранных государств. В течение недели более тысячи музыкантов из разных городов России, Франции, Италии, Испании, Колумбии, Канады и даже Доминиканской республики показывали свои таланты. К финальному гала-концерту жюри конкурса оценило более двух тысяч номеров. Маланинский фестиваль проводят в Новосибирске с 1987 года в память о легендарном сибирском баянисте Иване Маланье. Из небольшого городского конкурса любителей народного творчества фестиваль превратился в международный культурный форум. Он объединяет как самодеятельных музыкантов, так и профессионалов с мировым именем. Одна из задач фестиваля – привлечь внимание молодежи. Мы обучаем, в частности я пытаюсь своим детям, своим внукам передать что-то, хотя бы что-то осталось, потому что, как поется в песне Есенина, Мы теперь уходим понемногу в ту страну, где тиши и благодать. Вот, чтобы вот этого не получилось, то есть безвозвратно, пока еще не поздно, пока еще остались носители вот этой культуры, надо их немножко как бы, ну вот на таких хотя бы фестивалях, чтобы они присутствовали. Быть в курсе последних событий поможет радио «Городская волна» частота 101,4 фм. Завтра в 18 часов слушайте программу «Вечерний разговор» с Артем Роговским. Гость, глава администрации Первомайского района Виталий Новоселов подведет итоги 2018 года. А на сайте nsknews.info читайте о том, как правильно пройти обряд на крещении. На этом все. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok